Интересно, как обнаружить в кавычках и проработать свои бессознательные сценарии, мешающие мне раскрыться и реализовать свой потенциал. Какие бессознательные либо подсознательные сценарии притягивают в мою жизнь негатив? Как проработать свои бессознательные сценарии, притягивающие в жизнь негатив? То есть, если обобщить, да, я полностью зачитываю так, как было написано. Вот, суть здесь заключается в чем? Первое, как найти эти сценарии, да, и второе, как их проработать. Причем не просто сценарии любые, а именно здесь обозначено как негативные сценарии, именно бессознательные. Подсознательные – это не совсем корректное слово, это сейчас не к вам, Ирина, вообще, я почему? Потому что подсознание, ну, то есть, не может быть сознание и что-то под ним, ну, то есть, не совсем корректно. Вот, бессознательное, то есть, у нас есть сознательное, то, что мы осознаем, да, то, что понимаем. И у нас есть бессознательное, то, что мы не осознаем. так вот в таком контексте да то есть как понять что то что мы не совсем понимаем да не совсем видим не совсем замечаем и если все-таки разделять сценарий на позитивные негативные опять-таки плюс и минус это все такое зависит от того кто смотрит то позитивные мы всегда оставляем как-то вот в отдельную стороночку почему потому что они нам приятные мы с ними как будто бы не работаем а вот с негативными те которые приносят там какую-то больно приносит какую-то сложность мы стараемся их избегать чисто логически это понятно да никому не нравится плакать переживать да вот как-то и негативные вот эти вот эмоции но с другой стороны через эти трудности и сложности мы обучаемся на дросси спросить любого человека что сформировала тебя вот как личность как характер многие скажи да какие-то трудности ну то есть они не будут опираться на что-то позитивное или как-то скажет что любовь моих родителей сформировала меня да я вот стал таким человеком нет как правило в люди начинают говорить а не было там денег нечего было есть и вот я как-то начал шевелиться что-то делать да либо там надо было ребенка кормить и вот пришлось встать пойти найти работу что то есть мы понимаем что через трудности и сложности мы какие-то да мы формируем преодолеваем их и тем слабым это формирует наш характер с другой стороны это не совсем ну приятные комфортные уроки как я уже говорила но они тоже имеют место быть иначе знаете не будет какой-то эволюции до развития ситуации не будет ну представьте когда все все устраивает до некая такая утопия если в этой утопии развития наверняка нет но все же вопрос заключался в том чтобы как понять эти сценарии вот и здесь как раз еще пояснение мешающий мне раскрыться и реализовать свой потенциал да то есть человек хочет что-то сделать я так понимаю но есть что-то что его останавливает то что является ему преграды как правило это страхи с одной стороны страхи это зажимы это какие-то наши внутренние наше внутреннее сопротивление что есть страх страх это внутреннее сопротивление некой такой реальности до некой ситуации с которой мы столкнулись вот и включаются караски наши инстинкты самосохранения как правило проще всего нам убежать то есть как-то скрыться но уйти от некой такой опасности до чтобы выжить что является как наш ум понимает что есть опасность это уже вот отдельный вопрос на почему потому что опасность она не всегда физическая угроза да а вот например как вариант опасность выступать на публику да когда вот меня слушать больше 50 50 человек да я выступаю вживую вот это вот приносит опасность допустим моему психическому состоянию на моему моей гармонии моему равновесию вот я начинаю переживаться и тоже переживать и это тоже для меня является своего рода опасность здесь угроза идет что вдруг кто-то что-то выскажется вдруг меня не примут вдруг не признают на то здесь вот такие вот страхи это один момент но если мы говорим о сценариях на что я понимаю под словом сценарий я поясню если что-то вы имели ввиду иначе жду ваш комментарий уточняющий для меня сценарий это некая такая система ценности и убеждений которые есть у каждого из нас а это некий такой инструмент опора фундамент который формирует нашу жизнь и вот эти ценности и убеждения некоторые из них они могут нам препятствовать поясню что я имею виду например есть у людей разные но убеждения очень часто если мы берем например тему межличностных отношений может быть такое убеждение что я никак и никогда не встречу человека который бы меня понимал либо такого человека которого я хочу то есть я не могу его встретить казалось бы это просто мысль но когда эта мысль окрашена очень эмоционально и мы начинаем в нее верить то по сути мы концентрируем свое сознание до свои мысли на свою энергию да то есть мы сфокусированы на этом и наш мозг начинает формировать такую реальность в которой мы получим подтверждение этой нашей мысли не все наши мысли реализуются до создаются в реальность а именно те в которые мы верим и это вера она может быть знаете это какой-то вот может быть родительский какой-то момент был да когда мы были маленькими детьми нам например мы видели ситуацию в доме до где был негатив например родители очень часто ругались и вот и после допустим конфликта может быть мама до говорила может быть там старший брат сестра не знаю кто говорили вот видишь то есть ну смотря не постоянно ругается у человека формируется у ребенка такое понимание что отношения что в семье счастья не может быть да только конфликты то есть это подкреплено было какими-то эмоциями да то есть какое-то было то есть это не просто какая-то эмоция я подумал да и она случилась нет это что-то было единожды а подкреплено неким таким опытом я об этом как-то вот подумал где-то эта мысль заякорилась как раз таки она заякорилась в нашем без сознательным потому что если бы она была осознанная да мы смогли что-то с ней сделать и потом когда вот такая вот программа сценарий как программа это мысль мысль вот она в дальнейшем поскольку мы в нее верим по выражение на поверье вашей воздастся наш мозг он начинает просто воспроизводить воссоздавать аналогичную ситуацию и вторично когда уже случается что-то такое то во что мы верим например что нету счастливых например пар семейных то куда бы мы не посмотрим везде там трудности тут сложности тут конфликты возникает вопрос а зачем мне вообще нужны отношения если они счастья не приносит на то есть из первые фразы связаны в том что в семье нету счастья появляется вторая фраза о том что а зачем мне отношения да если они не приносят мне счастье и а поскольку я это вижу повторяющие все вокруг меня люди на то есть на основе этой мысли наш мозг воссоздает нам такую картинку того что мы верим поэтому куда бы мы не посмотрели мы всегда будем видеть только это потому что мы делаем акцент на этом да это для нас важно это то что я говорю триггеры это те якоря эти слова может быть да вот эти вот убеждения в которой один раз может это случиться случайно и мы в этом можем поверить а потом у нас мы уже в это верим почему потому что у нас есть опыт такой вот у родителей был такой опыт вот в окружающих такой опыт и мы уже безукоризненно начинаем верить в это но это все иллюзия почему убеждение иллюзия потому что не факт что если что-то случилось два три десять раз что так оно и будет на 11 на 100 может быть это и не так то есть каждая ситуация на индивидуальном но мы не подходим каждой ситуации индивидуально а мы подходим на автомате ну то есть один раз случилось все второй раз мы уже эту ситуацию аналогичную пересматривать не будем мы уже на автомате то есть не включаем осознанность у нас происходят автоматические какие-то мои механизмы и мы действуем уже то есть нам наш мозг выдает интерпретацию готовы помнишь вот этот опыт и мы вспоминаем да действительно был у меня такой опыт и он дает это как готовое решение и мы этим решением пользуемся то есть мы даже не пересматриваем что вдруг да то есть мы не впускаем туда какие-то сомнения что вдруг это не так да а вдруг есть какие другие факторы вот так вот вот эти вот сценарии почему они мешают то есть я в принципе сказала что это просто убеждение